Плачу на теплое, плачу на теплое, ты не со мной, слезы льются на реве. Праздник с песнями и танцами. Такое 1 мая хотели многие, но из-за режима самоизоляции уже не надеялись получить, ведь массовые мероприятия отменили. Но одной из жительниц этих домов введенные ограничения не стали преградой для организации настоящего праздника. Ксения Калугина, солистка кавер-группы, решила порадовать соседей и устроила концерт на балконе на девятом этаже. Ну здорово на самом деле, хотя бы какое-то развлечение, потому что действительно сидим дома в большинстве своем, это скучно, неинтересно и никуда не сходить. Можно с удовольствием послушать. А как репертуар? Нормально. Современно. Современно. Слушаете такое? Да, иногда слушаю. Такая инициатива пришлась по душе и соседям-активистки. Одни слушали выступления из окон, из балконов своих квартир. Другие танцевали прямо во дворе во время выгула собак и по дороге в магазин. А третьи снимали концерт на телефон и делились праздником в социальных сетях. Мы соседи, вон. Соседи? Да. В сятом этаже. Вы прям специально на улицу вышли посмотреть? Ну, потому что так похали. Как вы вообще узнали о концерте? Услышали? Услышала. Я услышала. И от детей тоже позвонили из контакта. Сказали, вот вышла послушать. Идею концерта Ксения подхватила от итальянцев, которые также устраивают праздники с балконов и не нарушают карантинные меры во время пандемии. После такой вариант празднования она предложила жителям микрорайона. Идея празднования так понравилась горожанам, что многие теперь ждут группу у себя во дворе. Из знакомых много в Любимове. И вот даже не из нашего двора многие писали, что почему не у нас, почему здесь. Я говорю, ну, потому что я живу тут. Все просто мой балкон. То есть, как бы, да, отклик хороший. Я думаю, что, возможно, это станет в Любимове какой-то тенденцией. И мы когда-нибудь организуем на балконах концерт, прямо рок-концерт классный. На этом первом выступлении репертуар был подобран смешанный, чтобы понравилось всем жителям микрорайона. Звучали композиции всех времен и жанров. От популярной сейчас группы «Крем-сода» до известной всем «Анжелики Варум». Ну, а чтобы выступления артистов смогли посмотреть не только жители этих домов, но и всего микрорайона Любимов и даже все березняковцы. В группе ВКонтакте общественного центра Любимов ведут прямую трансляцию. Кстати, после ее сохранят. И зарядиться первомайским настроением можно будет в любое время. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.